Безбашенных орудий в истории Умный гранатомёт XM-25, также известный как «Каратель» Гранатомёт с подрывом в воздухе, созданный для отрядов США в Афганистане в 2010 году Это газовое полуавтоматическое оружие, включающее баллистический компьютер, цифровой компас и датчики среды Заряженный четырьмя небольшими боеголовками, он может запускать 25-мм снаряды на расстояние до 700 метров Он использует инновационную функцию программирования подрыва в любой момент, что обеспечивает точность и полный контроль «Каратель» поддерживает лазеры, датчики и различные дополнительные функции, а также короткие стволы, делающие его похожим на пушку Так называемые «умные снаряды» не просто следуют по указанной траектории Они могут поворачиваться, ускоряться, замедляться или передавать данные Национальная лаборатория «Сандия» в США разработала умный снаряд, позволяющий любому стрелять как профессионал Снаряд длиной в 10 сантиметров снабжен хвостовым оперением, подобно дротику, которая помогает ему добраться до цели Стрелок направляет лазерный луч на цель, и сенсор в носовой части следует указаниям Снаряд не отклоняется даже сильным ветром и может достигать целей на расстоянии до мили Во время Второй мировой войны нацисты пытались создать так называемое супероружие Было предложено множество проектов, но свет увидели лишь несколько Среди них были орудия Дора и Густав Густав, также известный как Толстый Густав, весил более миллиона тонн И мог стрелять снарядами весом более 6 тонн на расстоянии до 90 миль Когда орудия собирались использовать в Крыму, для перевозки понадобился поезд длиной в милю Дора, вторая версия орудия, использовалась при осаде Сталинграда Нацисты хотели использовать эти орудия на базе так называемого Land Cruiser P 1500 Monster Огромного танка-платформы для гигантских орудий Причем проект был одобрен Гитлером, но, к счастью, так и не стал реальностью Компания Invocom при поддержке ВМС США работала над особым проектом Несмертельным оружием, известным как рвотная пушка Используя энергию радиоволн, планировалось создать оружие, способное проникать сквозь стены И незаметно добираться до своих жертв Пораженный его лучами человек терял бы равновесие, испытывал головокружение И с большой вероятностью позывы к рвоте, теряя способность сражаться По утверждению компании, преимущество такого оружия в том, что вражеские силы можно остановить без кровопролития Вооруженные силы США все же отказались от проекта Но два любителя создали свою версию из компьютерных комплектующих, потратив менее 250 долларов Добавив пульсирующую LED-подсветку Министерство обороны США разработало прототип несмертельного лазерного слепящего оружия Названный «Персональная винтовка останавливающего и стимулирующего воздействия» Применяющее излучение оружия предназначалось для использования солдатами и защитниками правопорядка без угрозы смертельного исхода Лазер низкой интенсивности должен был временно ослеплять врагов Двухволновый лазер оборудован дальномером, что позволяет настраивать его на необходимую мощность предотвращая нанесение непоправимого урона Два лазера дезориентировали тех, кому лучи попадали в глаза, делая их почти бесполезными в бою на некоторое время, по сути, лишая их зрения Продолжение следует... Продолжение следует...